Последний бандит СССР Сергей Мадуев по кличке Червонец личность популярная. Кинематограф посвятил его похождениям несколько десятков фильмов. Жизнь червонца расписана в книгах и документальных лентах, и сейчас многих интересует, как один из самых жестоких преступников СССР стал любимцем жителей и правоохранительных органов, которые несколько раз помогали ему сбежать и рисковали своей карьерой ради него. Сергей Александрович Мадуев при рождении Алиарбеевич Мадуев родился 17 июня 1956 года в городе Караганда, Казахской ССР. Один из самых известных советских и российских налетчиков и маньяков. Имел кличку «Червонец», но сам называл себя в уровне закона. Несмотря на то, что Мадуев начал преступную деятельность еще в семидесятых, его самые громкие преступления произошли в самом конце восьмидесятых, из-за чего Мадуев сегодня считается одним из самых последних преступников эпохи СССР. Перед началом хочу попросить вас не забыть поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал, это очень помогает продвигаться и мотивироваться. Без подписки меня смотрят 70% зрителей, а так вы можете пропустить новые интересные видео на канале. Все фотографии жертв и мест преступлений, которые не пропустят YouTube, я выложу в Телеграм-канал, ссылка будет в описании. Большую известность Мадуев приобрел после неудачной попытки побега из крестов в марте 1991-го, в чем ему помогла соблазненный им следователь из бригады, которая занималась его делом. Жизненный путь Сергея Александровича Мадуева был предопределен местом его рождения. Мадуев родился в местах лишения свободы, в Казахской ССР, в семье мужчины, осужденного за сопротивление депортации, и кореянке, осужденной за спекуляцию, был четвертым ребенком в семье. После освобождения отец бросил семью. Уже с шести лет Мадуев стал воровать. В августе 1974-го года получил свой первый тюремный срок. Районный суд Алма-Атинской области приговорил его к шести годам лишения свободы за соучастие в краже. Выйдя из тюрьмы, в мае 1980-го года Мадуев занялся грабежами и разбоями, за что в феврале 1981-го года получил 15 лет лишения свободы. Во время отбытия второго срока Мадуев выдержал нападение сразу 12-ти уголовников, которые намеревались его убить за то, что он присвоил себе общак воров в законе из Тбилиси Ташкента. Мадуев завоевал авторитет, стал бригадиром и получил кличку «Червонец». Тем не менее, уголовники считали его беспредельщиком, всегда готовым пустить в ход оружие. Когда в 1988 году Мадуев был переведен в колонию-поселение, он тут же бежал из нее и был объявлен во всесоюзный розыск. Поначалу по СССР прокатилась волна дерзких краж и грабежей. След Мадуева был зафиксирован в Сибири, Грозном, Подмосковье. Жертва ограбления в Грозном рассказала, что Мадуев не позволил своему сообщнику надругаться над ее дочерью. Во время другого ограбления в Подмосковье потерпевшему внезапно стало плохо. Мадуев зашел в аптеку в соседнем доме и вызвал скорую помощь к только что им же ограбленному человеку. Благодаря этому потерпевшего удалось спасти. Но вскоре Мадуев начал убивать. Первое сразу тройное лишение жизни было совершено им сообщником Романом Чернышевым в Ростовской области. Жертвами налетчиков стали супруги Шалумовы, попытавшиеся поднять шум во время ограбления. Затем с целью скрыть следы своих преступлений налетчики подожгли дом Шалумовых, где погиб их годовалый сын. Пуля, извлеченная из одного из тел, была выпущена из редкого в СССР пистолета. На месте преступления была замечена «Белая Волга». Из дверцы найденной машины была извлечена пуля того же пистолета. Владелец машины пояснил, что он давал автомобиль лишь своему Шурину, Сергею Мадуеву. После этого Мадуев вновь был объявлен во всесоюзный розыск. 6 июня 1989 года Мадуев и Чернышев совершили двойную расправу с целью ограбления в Астраханской области. После этого Мадуев стал метаться по стороне. В Узбекистане он украл из воровского общака 200 тысяч рублей, но узбекские воры в законе не стали это обнародовать. Затем Мадуев ограбил грузинского вора в законе. После этого ему объявил войну еще и грузинский клан. В том же году Мадуев в Ленинграде совершил ряд разбойных нападений, одно из которых закончилось тяжелым ранением потерпевшей. Кооператор Роза Абрамова Юрих были похищены 134 тысячи рублей и полтора килограмма золотых украшений. Она умерла в феврале 1990 года, когда Мадуев был уже арестован. 18 декабря 1989 года Мадуев застрелил в Швейцара, Воротчика, Валерия Лютвинского в ленинградском кафе «Ориент» на глазах у десятков людей. После этого, обернувшись, спросил, может быть еще кто-то хочет. В январе 1990 года Мадуев и Чернышев приехали в Ташкент. На следующий день они совершили разбойное нападение. Налетчикам оказали сильное сопротивление, Чернышев был ранен, Мадуев добил его и хозяина дома из пистолета. На следующий день преступник был задержан на Ташкентском железнодорожном вокзале. Его пристегнули наручниками к милиционеру. Мадуев достал из внутреннего кармана гранату и приказал отпустить его. После долгих уговоров Мадуев прошел в помещение вокзальной милиции, где по его приказу сотрудник сжег его записную книжку. Правоохранительные органы обезвредили его и гранату, которая оказалась учебной. Обвиняемый был этапирован в Ленинград, в Кресты. Не сомневаясь, что его ждет расстрел, он охотно давал показания, начал выдавать сообщников, указывал места преступлений, подписывал протоколы, при этом даже не читая их. Мадуеву было предъявлено обвинение в совершении более чем 60 преступлений, не менее 10 из них – лишения жизни. 3 мая 1991 года конвой должен был забрать Мадуева в Москву, где суда ожидали его сообщники. Неожиданно для конвоиров Мадуев достал из-за пазухи револьвер, выстрелил в стену и приказал его отпустить. Мадуев побежал и выстрелил в майора Ермолаева, но был их схвачен. Позже выяснилось, что это был хранившийся в сейфе прокуратуры револьвер, с которым Мадуев совершил свои ленинградские и ташкентские расправы. Для расследования попытки побега была создана следственная группа. Фактически весь объем оперативно-следственных действий выполнял КГБ. Полковник КГБ Владимир Георгиевич выяснил, что оружие Мадаеву передала Наталья Воронцова, следователь из следственной бригады по делу Мадуева. Преступник нравился женщинам и умело это использовал. Воронцова была осуждена на 7 лет, а эта история легла в основу фильма «Тюремный романс». В зоне она работала на складе женской колонии, выдавала фуфайки. Жаловалась, что портятся зрения и садятся почки. Не считает, что Мадуев предал ее, рассказав всю следствию. Больше всего ее угнетает, что долго еще не сможет заниматься юридической практикой. Мадуев еще дважды попытался бежать, во второй раз с помощью пистолета, слепленного из хлеба, а третий — с пистолетом, который ему передал охранник. Охранник также был арестован и уверял на следствии, что Мадуев его загипнотизировал. 10 июля 1995 года Мадуев за 10 доказанных расправ над людьми и множество других преступлений, включая поджог дома, в котором были тела и маленький ребенок, был приговорен Ленинградским областным судом к исключительной мере наказания — расстрелу. Однако из-за введения моратория смертная казнь была заменена на пожизненное заключение. Первоначально пребывал в Крестах и Новочеркасске. В ноябре 2000 года был переведен в колонию «Черный дельфин», где 10 декабря того же года умер от сердечно-сосудистой недостаточности и сахарного диабета. По другим данным, скончался он в 2001 году. Но заключенные в то время пустили слух, что официальная версия отличалась от действительности и что Сергея Мадуева решили попросту убрать. Кстати, история Мадуевой и Воронцовой обрела бессмертие благодаря криминальной драме Евгения Татарского «Тюремный романс» 1993 года. Про него сняли несколько документальных фильмов, которые я рекомендую вам посмотреть, если заинтересовала данная история. «Дело Мадуева», «Приговоренный всеми», документальный фильм из цикла «Криминальная Россия», документальный фильм «Последний бандит Советского Союза», из цикла «Приговоренные пожизненно», «Сердцеед», документальный фильм из цикла «Следствие вели», «Червонец», документальный фильм из цикла «Легенда советского сыска», «Последний преступник СССР» Сергей Мадуев, документальный фильм из цикла «Бессрока давности» и клетка для Робин Гуда, документальный фильм из цикла «Закон есть закон». За своей смертью в 2000 году Мадуев еще несколько раз предпринимал попытки бегства, но вырваться на свободу у него не получилось. По версии некоторых жертв, следователи специально затягивали дело, чтобы Мадуева не успели расстрелять, так как многие из сотрудников правоохранительных органов ему открыто симпатизировали. Но симпатизировали преступнику и обычные граждане, ведь Червонец отбирал деньги у воров в законе и преступных группировок, и многие его называли Робин Гудом. Но не стоит забывать, что на его счету и невинные люди, и даже дети. Что касается Натальи Воронцовой, которая помогла Мадуеву сбежать, то о ее судьбе долгое время ничего не было известно. Только в 2003 году, когда она уже несколько лет находилась на свободе, корреспондентам удалось побеседовать с ней. Воронцова рассказала журналистам о том, что из-за назойливости прессы ей пришлось уехать из Санкт-Петербурга к родителям в Киев. Романа некоторое время работала консультантом, а позже стала адвокатом. Защищала в основном взяточников. Наталья вышла замуж и вместе с супругом собиралась написать книгу о своем тюремном романе. Однако, в 2009 году крестная мать бывшего следователя Нина Воронцова рассказала представителям СМИ о том, что Наталью и ее супругу журналисты не оставляли в покое, поэтому им снова пришлось сменить место жительства. Свой новый адрес она не сообщила даже близким. Как поведала крестная, Наталья с ней не общалась, так как стыдилась своей бедности и пристрастия к алкоголю.